всем привет это битлок инсайдер и сегодня мы находимся на автодроме чайка где проходит первый этап чемпионата украины по кольцевым гонкам ukrainian touring чемпионшип серия здесь и зародилась в прошлом году успешно провела сезон и в этом году заявила целых 5 этапов здесь на автодроме чайка где будут выявлены чемпионы украины в разных классах кольцевых гонок чемпионате украины по кольцевым гонкам принимают участие автомобилю двух классов у 1600 по старому under 1600 то есть автомобили до 1.6 в этом году их переименовали в туринг и класс gt open в котором соревнуются всякие ford и crx и прочие там автомобили желающие для гостей и тисе есть зона дрифт-такси где всем известные наши друзья из физики движения вот сервис парк food court вкуснейшая еда в контейнерах ну и непосредственно гонки а 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 и а а а а а а а Продолжение следует... 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 Всем привет, для начала. Давайте пошумим, а то слишком скучно как-то у вас тут. И спасибо. Да, машину мне эту подарили, так как я являюсь организатором зимнего дрифта, Дима правду говорит. И когда машину строят друзья, это получается в последнюю очередь. А также в последнюю очередь это получается потому, что ввиду того, что я организовываю чемпионат, я всегда уступал место тем, кто в чемпионат будет выезжать участвовать, так как мне выезжать участвовать, наверное, не суждено, поскольку очень сложно совмещать и организацию, и участие. Но машина, да, машина построена, строилась она по принципу самое необходимое и самое простое. Под капотом в ней ременной мотор 1.6 от пятерки, не немного, но доработанный. Внутри салона, кто стоит ближе к центру, могут заметить два ковша, два ремня, руль, ручник, ничего лишнего, все, что нужно для зимнего дрифта. Слушайте, ну в самом деле, такой автомобиль на сегодняшний день может позволить себе почти каждый. Более того, вам скажу, зимний дрифт это крайне фановая движуха. Эта движуха с зимним дрифтом, это гребанное помешательство с жигулями, очень крепко продвинуло дрифт. У меня супер, ваши аплодисменты, друзья, Сергею Сыторову. Спасибо всем, спасибо парни, спасибо с удовольствием. Я поехал. Патли пока что, ну можем как-нибудь это исполнить. И мы с вами находимся на открытии сезона РТР. Это организация Рэддитор Эйс, которая зародила в нашей стране хорошую традицию гоняться за временем. И запустила, развивает дисциплину тайм-атак. Но их мероприятия настолько выросли, настолько расширились, что теперь здесь есть тюнинг-шоу. Там катают тайм-атак на трассе, там катают дрифт-такси. Есть дрифт-шоу. Люди выигрывают покатушку в дрифт-такси на трассе, а не на площадке. Ну то есть очень-очень-очень-очень много. И здесь, конечно же, есть наш Битлуп кофе-спот. Это зона тюнинга. Я сегодня уже заезжал на свои жиги туда. Оценивание тюнинга происходит таким образом, что есть 4 судьи. Заезжает каждый участник на ковровую дорожку красную. Рассказывает о своем автомобиле. Показывает его. Судьи оценивают. И выбирают победителя в большом количестве номинаций. То есть есть японские тачки, Japan Tuning, немцы. Американцы, ВАЗы, Стэнс, Классика, Клин Лук. В общем, очень много-много-много номинаций, в каждой из которых сегодня будет определен, ну как, наверное, победитель лучших. Это зона дрифт-такси. Я Сергей Сытар, а я Кирилл Каландырец. И, пользуясь случаем, я передаю привет Диме Зубкову. Друг, мы тебя очень любим. Вот такая вот футзона на РТРе. 4 разные кухни. Китайская, мексиканская, итальянская и еще какая-то. Возможно, Америка даже. Это РТР, там и так. Гонка за временем. Смысл заключается в том, что на сессии выезжают машины разных классов. Каждая в своем классе. Их задача показать лучшее время, как на картинге, грубо говоря. У кого меньше секунд, тот и победил. Принцип такой же, как и в кольце, только в кольце есть гонка на опережение, где там 28 машин на первом этапе ехало в одном старте. А здесь машины едут с неким интервалом, то есть они не борются за первенство, а лишь секунды, 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 секунды улучшают, улучшают. Тайм-атайка очень много классов. Чужой среди своих. Тайм-атайка очень много классов. Тайм-атайка çok красивый. Тайм-атайка очень много классов. Тайм-атайка очень много классов. у меня села камера на обоих ивентах я не смог вам и тоже к подснять в этом видео я вам показал всего лишь небольшую часть того что происходит на чемпионате по кольцу и на ртр тайм атаке что такое вообще мероприятие ртр а все это потому что это всего на всего первые этапы первый этап чемпионата по кольцу и первый этап ртр тайм атак открытие сезона ртр скажем так всего на этот год запланировано 5 этапов по кольцу и 4 этапа ртр на всех мы будем потому что я и команда битлук причастна к организации Как одного, так и второго ивента. И будем как-то стараться вам показывать каждый раз что-то новое из этих ивентов. Что-то, что они показали в предыдущих видео. Как вы могли видеть, у нас появилась своя кофейня Bitlook Coffee Spat. Как раз сейчас внутри записываю это видео. Тоже следите за передвижениями кофейни. Она будет не только на автомобильных мероприятиях, а и на разных других. На каких-то экспо и прочих всяких штуках, фестивалях. Оттуда мы тоже будем пытаться там снимать вам. Кстати, если вам интересно, я могу подснять обзор на кофейню. Внутри, что, где, как, снаружи. Напишите в комментариях, если вам интересно было бы посмотреть обзорчик на эту машину. Ну и в принципе, пишите в комментариях обзоры на какие машины вас интересуют. Вам было бы интересно посмотреть. А мы, ввиду своей дружбы со всеми в автоспорте и не только в автоспорте, постараемся реализовать ваши желания. Пишите в комментиках. Поэтому следите за нами, будьте с нами. На РТР, к сожалению, на тюнинге моя жига ничего не выиграла. Впереди нас ждет еще больше ивентов. Не только таких, но и совершенно других. Впереди лето. Это только начало сезона. Еще впереди целых пять месяцев движух различных, разнообразных, на которых мы будем. И будем стараться снимать так точно. Будем стараться монтировать для вас выпуски Bitlook Insider. Но это очень мало времени. Вы не хотите смотреть и лайкать. Соответственно, у нас не так много стимула, чтобы это делать. Но по мере сил будем это делать. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комменты, делать репосты. Потому что что? Все будет ринг или дрифт. Тюн начинается не с компаний, не с контор, а с людей. И мы вот как раз в зародыше того тюна, который начинается лично с гаража.